Девушки отдыхают Привет всем! 22 сентября. Необычный выпуск. Не думал я, что моя первая совместная с ребенком запись будет посвящена этой теме, но так уж получилось. Так что со мной рядом Владимир Махров, Владимир Сергеевич, 16 лет от роду. И мы будем обсуждать впечатления после экскурсии в армию пятидневной, которая состоялась и завершилась. Что хочу сказать предварительно. Ну, во-первых, все вроде кончилось неплохо, кроме отдельных царапин, в целом без потерь. Во-вторых, если помните, я там в предварительном ролике вопрошал о каких-нибудь справках там или доверенностях, которые мне кто-нибудь бы дал. Так вот никаких доверенностей и справок так и не случилось. Так что кто и на основании чего все-таки отвечал за детей, мы так до конца и не знаем. Судя по документам, там крайне ответственное лицо – это командующий этими сборами, это военный человек, кто именно не знает, то ли командир части, то ли кто-то из его подчиненных. Ирония в том, что, глядя на фотографиях на детей, которые отправляются на автобусы в камуфляжной форме, так и тянет сказать что-нибудь типа «Принцесса не узнала вас в боевой раскраске. Вижу, вы вышли на тропу войны». Прикол в том, что на Ютьюбе запрещено показывать несовершеннолетних так просто, а технически Владимир подпадает под майнер. То есть на Ютьюб ему нельзя, а в армию можно. Что навевает шутку как на тропу войны, так немал, а как на фильму, так мал. Ну вот такая в реальность. Хоть плачь, хоть смейся. Еще хочу отметить, что сейчас это хорошо слышно на слух. У человека пострадала структура речи. Серьезно, к сожалению. Поэтому, наверное, местами мне придется что-то вырезать, что-то повторить, перефразировать. Я так понял, что это именно случилось под воздействием обстановки. То есть это один из эффектов, которые вот ребенок привез из военной части. Перестройка речевого аппарата. И словаря, и структуры. Как я слышу, что и словарь, в общем, сместился. И структура речи тоже, так сказать, сместилась. Местами потеряна, местами какая-то странная. Навевает такие фильмы про бандитский Петербург, что-то в таком духе. Так, ну давай для начала в нескольких словах. Заодно продемонстрируешь свой речевой аппарат. В целом, что это был за опыт? Понравилось, не понравилось? Плохо, хорошо, среднее? Хотел бы это повторить снова, поехал бы добровольно и так далее. Прошу высказываться. Ну, наверное, из-за того, что это было, в общем-то, обязательное практически событие. Туда поехало абсолютное большинство парней, как минимум из нашей школы. Ну, не хотелось особо выделяться, да и под конец, например, когда нам дали пострелять из автоматов. То, признаться, особого желания у меня не было. Но опять же, из-за того, что как бы все шли, и вроде бы там как бы всем хочется. Ну, так тоже за компанию. Наверное, кроме этого чувства, что вот опыт как бы интересный, не то, что положительный, но он именно интересный. И при этом большинство его получит, то как-то в стране находиться не особо хочется. А так бы, наверное, вряд ли бы я туда поехал, если бы у меня был выбор. И, естественно, я бы не хотел поехать туда снова. Ни на пять дней, ни тем более на год. Ну, то есть, такое немножко стадное, типа, чувство, чтобы не отбиваться от общей толпы, не выделяться. Все побежали, и я побежал. Ну, в плане там, и те же стандартные фразы, да, там, не мужик и так далее. Но просто, например, можно взять, к примеру, эту стрельбу из калашей. Не то, чтобы мне совсем не хотелось, но и не то, чтобы тянуло. Ну, прикольно. Явно не стоило этих пять дней, чтобы пострелять из них. Ну, да, есть такое чувство, что всё в стаде. Можно я доколебусь до этого места? Во-первых, стрельба из калаша дала почувствовать себя мужиком. Правильно я услышал? Нет, так говорят. Нет, ну, я говорю, опять же, это был... Это интересный опыт, тем более, что я стрелял из других оружий всё-таки. Интересно, да. Кто-то говорил, что прям, ох, вообще, так кайф словил, пострелял из калашей. У меня такого не было. Ну, просто интересно было. Ну, я не особо обращал внимание на те же фразы «ты не мужик», но действительно выбиваться из общей калинии не особо хотелось. Я не считаю, что что-то от этого поменялось, что я пострелял, не пострелял. Опыт интересный. Но, опять же, да, не хотелось выбиваться в основном. Я доколебусь до этого тоже. Ты знаешь значение слова «мужик»? Ну, ты мне рассказывал, там, ты работает в поле и так далее. Ты крепостной крестьянин. Да. Ну, на самом деле, учитывая традицию армейского призыва, а он в таком виде, наверное, при Петре Первом появился, насколько я знаю, это слово довольно точно описывает солдата, на самом деле. То есть, это подневольный крепостной человек, которого отдают либо по жребию, в общем, как правило, против воли, надолго отдавали, там, с какого-то количества дворов одного человека должны были отдать. В разные времена, там, на 10 лет, на 20 лет, по-разному было. Так что, на самом деле, люди даже не подозревают, насколько точно это слово описывает положение солдата. И второе, что расстраивает, люди путают иногда. Они говорят, что военный равно, типа, кшатри воин. На самом деле, ничего подобного. Кшатри – это вообще особое понятие, и каста не этим занималась. Солдат, дословно, это тот, кому платят в заведении войны. Фактически, слово солдат означает наёмник. И то, солдат – это означает наёмник, который добровольно пошёл в солдаты. Когда человека забирают с каждых 40 дворов по одному человеку, это рекрут. Точное слово, которым это называется – рекрут. Или, как ты знаешь в известных играх, конскрипт репортинг. Давай про, так сказать, нижнюю пирамиду масла. У меня, как родители, интересует удовлетворение физиологических потребностей. А именно, ну, собственно, начинается всё с дороги, да. То есть, как было условия перевозки, еда, порядок гигиены, условия проживания. Ну, перевозка была организована явно не военной структурой. В общем, перевозка была действительно… Выделялась, она была хорошей. От поездки в какой-нибудь отель не особо отличалась. Хороший автобус, кондиционер. То есть, прекрасно. Когда мы уезжали в обратную дорогу, то прям почувствовалось, как изменилась обстановка. Как вот мы вышли из этих казарм и сели в нормальные, чистые автобусы. Так что с перевозкой как раз всё было прекрасно. Для слушателей я дал с собой, дал несколько советов, что нужно с собой купить. И это было куплено. Но дал напутствие, чтобы быть готовым расстаться на обходе в военную часть. Потому что, ну, велика вероятность была, что вся еда будет отобрана. Поэтому, что там была вода с собой и яблок. Мешок яблок, да? Твёрдых зелёных яблок. Хорошая такая штука. Я её в поездке люблю брать с собой. Долго хранится, без холодильника. Хорошая вещь. И конкретно про то, что я взял с собой, яблоки на входе отобрали. Отобрали практически всю еду, что было. Ну, кто-то догадался не отдавать. Чисто технически и официально это была проверка на то, что кто-то там с собой принесёт какую-то там курево, наркотики, алкоголь. Ну, в общем-то, запрещённое. Ну, и плюс, типа, забирали всю еду, потому что могли тренироваться на территории части. А они за это несут ответственность. Вот. Ну, по факту просто собрали всю еду, кто отдавал. Кто-то догадался просто не доставать там, что у них там было. Кто-то финики там, помню, привёз. Кто не отдал, тот остался с едой. Примерно похожая процедура была со всеми окололекарственными средствами. Только их в основном сказали просто отдавать своим преподавателям, ну, своим представителям школы, как это называется. А по факту просто физруки из разных школ и корпусов школ. Давай, раз про это речь пошла, про медсредства. Я фактически настоял на том, что была с собой микроаптечка. Микроаптечка, по моим представлениям, должна была состоять из, ну, как минимум, из перекиси водорода и матка пластыря. Вот. В принципе, была идея ещё там бинт что-то ещё взять, но в итоге не стали. Что тебя надоумило не отдавать перекиси водорода и пластырь? Ну, там говорили про всё-таки медицинские средства и там, по-моему, делался акцент на какие-то таблетки. И тем более, нет, у меня были таблетки там, просто с собой в НССР были эти витамины, парочка, которые я с собой иногда вожу. Ну, просто учитывая, что сначала отбирали еду, я его что-то спрятал, по сути. Ему ничего за это не было. Вообще не обратили внимания. Ну, я подумал, что... А смысл мне тогда отдавать таблетки эти? Тем более, я понял, что у меня не факт, что вернутся. Понял подход, скажем так, и просто не стал ничего отдавать остальное. Воду можно было с собой проносить всё-таки. И, кстати, она пригодилась серьёзно. Если коротко, то сначала по тем или иным причинам действовало ограничение этих банок в кулерах на день. И там кому-то не хватало. Поскольку у меня было с собой там 2 литра, по-моему, то когда мне не хватало, я себя добирал. Проблем, в общем, не испытывал. А про медсредства всё-таки я правильно понимаю, что перикиси водорода в итоге пригодилась и пластырь тоже пригодился? Да, пригодились, причём значительно. И не только тебе, собственно, пригодились, да? Стал некоторым подобием, ну, лёгким, но всё-таки доктором, там, потому что многие, там, ну, не то чтобы царапались до крови, но вот он, большое количество людей, там, покорябало себе пальцев предохранитель на автоматах, там, просто когда сборка-разборка была, поранились. Один человек, там, конкретно из нашего кубрика, там, вообще, встал на кровати, ему, там, иголка впилась в палец. В общем, травмы были и перекись пригодилась вместе с пластырем, очень. Ну, и себе я тоже, там, получил, тоже замотал, всё было прекрасно. На будущее всё-таки пластырь, я считаю, надо было брать моток, а не вот эти вот патчи, потому что пластырь мог пригодиться не только для медицинских целей, а и как крепёжное средство, там, и рана. Не факт, что была бы такая маленькая, что можно было бы там пластырем залепить. Так что, на самом деле, конечно, нужно моток было брать. Но я рад, что пригодилось, что это помогло. Ну, это касаемо еды, которую с собой привезли. А местная кормёжка, как там всё было поставлено? Прежде всего, я сравнивал со своей школой. Первое различие очень сильно бросилось в глаза, потому что мы начинали с обеда. Ну, мы приехали, вот, у нас первый приём пищи был обед. Порции были больше. Ну, не то, что, хочется сказать, мужскими, но, в общем, ими можно было вполне себе наесться. И в первые разы так и происходило. Еды было достаточно, она была в меру разнообразная. Напитки, соки, молоко. Почему-то в каждый просто приём пищи выдавали масло. В принципе, сам по себе еды было достаточно. Вкус еды был средненьким. Но, в некотором плане, я немножко всё-таки брезгливый к еде. А там у меня особо проблем не было. Я ни разу не было, чтобы я в итоге что-нибудь не съел. Что я брал, то я употреблял. Но, выбор там был, естественно, там из старых блюд два варианта. Там, если супы есть, тоже пару вариантов. Салаты пару вариантов. Ну, два обычно. Вообще, по некоторым косвенным признакам, которые ты уже успел рассказать, я так понял, что какую-то вас привезли, ну, в общем, чуть ли не в образцово-показательную часть. То есть, далеко не все части похожи на такое по устройству. Да, нам не раз рассказывали, что, типа, у нас часть действительно хорошая в сравнении. В общем, у нас дела обстоят действительно не самым худшим образом. Наоборот, чуть ли не лучшие. Я правильно понимаю, что в казарму было запрещено проносить еду, а, скорее всего, даже выносить её из столовой запрещено, да? Ну, может быть, официально и было запрещено, но по итогу, когда могли что-нибудь вынести, выносили, когда ели в казарме, в пионерлагере было то же самое, ровно. Такая тренировка была к армии. Нет, я понимаю гигиенические причины, почему в казарму еда не приветствуется. Ну, так просто для уточнения. Условия проживания, спальное место, помещение. Тоже не самый худший явно вариант. Нас распределили по комнатам, точнее, кубрикам. Видимо, различие лишь в том, что там дверей нет. По 10 кроватей. В принципе, там, не считая странных правил, вроде того, что запрещалось сидеть на кроватях днём и вообще без отбоя, было неплохо. Тумбочки. Ну, у каждого была тумбочка, табуретка и кровать. Табуретку действительно часто использовали, потому что там пришли, нужно переодеться, вам там даётся 15 минут остаток времени, поскольку постоянно на ногах, весь день практически, то, естественно, хотелось посидеть. Вся мебель в целом, в общем-то, разваливалась. Когда она закрыта, ничего такого, ну, не видно. Ну, тумбочка как тумбочка. Фигово. На соплях всё держится, но при этом, опять же, если всё закрыть, то выглядит вполне себе прилично. Они просто, скорее всего, очень-очень-очень старые. Сама по себе кровать, собственно говоря, она самая интересная, очень скрипучая. Очень. Очень-очень скрипучая. Иногда буквально от вздоха скрипела. Не то чтобы очень удобная, но проблем со сном не испытывал. Потом там ещё странная тема была, что там не было ручек у окон. И вообще непонятно, как, собственно говоря, открывать. Ну, их, естественно, открывали с помощью, там, ножей и так далее. Вот. И комары очень прям мучили пипец. Ну. А что про подъём-отбой? Как там процедура проходила? Отбой – это большая тема. Подъём попроще. Просто конкретно в 6.30 проходит либо замкомандир, либо командир сам. И просто чуть-чуть там подъём, подъём, подъём. Всё. Через 20 минут до серии построения у тубочки анимального. Ну, рано, но особых проблем не было. А отбой – это непонятная вечерняя проверка. Когда все парни раздеваются до трусов, складывают свои вещи, которые они наденут завтра на табуреточку, и с табуреточкой выходят в главный проход. Ну, и так получается по итогу, что табуреточка для пояснения в руках или где стоит перед ним. Стоит-стоит. Выносят, понятно, на руках. А так стоит перед тобой. И две стены коридора основные, которые ведут к кубрикам. Просто эти две стены забиты парнями в трусах с табуретками. Там ходит командир в вода, рассказывает какие-то новости, рассказывает планы, что-то ещё говорит. Очень всё затянуто. Там иногда пересчёт идёт. Хоть непонятно зачем, собственно говоря. У нас до этого есть ритуал-перекличка. Буквально там до, собственно говоря, свободного времени вечером. Потом даётся команда отбой. И за 10 секунд нужно поставить свои тумбочки перед своими кроватями. Собственно говоря, лечь и не двигаться. В большинстве случаев. Потому что последние пару дней мы играли в прекрасную игру под названием «Три скрипа». Суть заключается в том, что один из командиров ходит по кубрикам. Ну, там рядом. Не заходит просто. И если он слышит скрип, то он там считает слух. Слышал один скрип там. Раз, два, три. На третий скрип поднимается здесь этаж, и процедура начинается заново. Ну, чуть побыстрее, естественно. Но поскольку кровати реально скрипучие, то чтобы соснуть, как-то выиграть в эту игру, то нужно реально не двигаться. Вот как так проходило всё это. Аутсайдер, который впервые попадает куда-то, иногда способен, скажем так, у него такой инсайт. Он замечает вещи, которые не замечают люди, которые всё время в этом находятся. Есть идеи, попытка анализа. В чём реальный смысл выстраивать в два ряда молодых людей в трусах? И в трусах им что-то докладывать там про новости, про планы. В чём, как ты думаешь, смысл этого заключается, процедуры? Ну, мне кажется, это часть всех процедур, которые там проходят. Они, в общем-то, довольно похожи. Это бесконечное построение, исполнение слушаний и исполнение команд. Ну, то есть, твоя гипотеза, что это один из способов приучения к, скажем так, подчинению с минимальным критическим приятием. То есть, чтобы люди привыкали на любую команду, даже если она не очень вызывает, скажем так, сомнение её смысл. Но они всё равно это делают. Да, конечно. Там, например, один из командиров, поскольку они являются рядовыми, там. Помню, я уже стали спрашивать, там, то ли про устройство патрона, что ли ещё что-то. Напрямую ответил, что, знаете, там, побыв столько времени здесь, начинаете, пытаетесь не вникать в вещи, которые вам не нужны. Он сказал, не нужны по жизни, но по факту, в общем, просто ничем не интересоваться, в сути, только исполнять. И ты этим интересуешься, если ты этим заведуешь, например. Всё. А может быть, забегая вперёд, не показалась вот именно в этом смысле какая-то параллель с устройством школы? Я имею в виду принципиальное устройство, то есть, не количественное различие, а качественное сходство. Ну, какая-то параллель, естественно, была. Да, особенность потому, что заставляют слушаться каких-то непонятных людей, которые тебе, в общем-то, никем не являются. Понятно, что общие черты есть, но каких-то конкретных, серьёзных выделить, наверное, я не могу. Да, вот это вот послушание и исполнение, которое у военных получается гораздо лучше. Ну, если такая тренировка идёт ежедневно, то надо думать, что человек же способен адаптироваться ко всему, почти ко всему. Так, что у нас там дальше из нижнего этажа пирамиды Маслова? Гигиена. Меня интересует умывание, туалет, душ. Ну, с гиеной там довольно фигово было, на мой взгляд. Но, опять же, поскольку нам говорят, что у нас далеко не самая худшая, не самая худшая ситуация, то начинаешь задумываться. Проблем с умывальниками особо не было, то есть, ну, там, почистить зубы, умыть лицо, помыть руки нет проблем. Их там много. Они не все работают, но если тебе нужно что-то сделать, то они всё-таки исполняют свою задачу. Потом душ. Душ ужасно раздолбанный. И в него проблематично попасть, даже в этот раздолбанный душ. По нескольким причинам. Во-первых, потому что весь день вы занимаетесь фигнёй обычно. И специально дают такие промежутки, что невозможно в него сходить. Например, когда вы всё-таки пришли после завтрака, сходить в душ чисто физически ты никак не успеваешь. Перед тем, как выйти снова на какие-нибудь построения. Поэтому вариант только два, в общем-то. Это либо вечером, либо ночью. Вечером другая проблема. Переход к нацменьшинству. Давай с этой темы вот чуть-чуть сейчас я вступление скажу. Ну, я помню, что перед твоим отправлением я тебе какую-то лекцию на эту тему провёл. Что такое нацменьшинство в таких заведениях, как армия. Ну, собственно, я думаю, не только в армии, такие структуры. И я не думал, что это настолько ярко будет проявлено. Но я, в общем-то, даже рад, что в такой как бы контейнированной ограниченной сфере ты получил личное впечатление в этой области. Потому что многим людям просто трудно объяснить, о чём идёт речь. То есть, это нужно видеть. Нужно это пережить. Тот, кто это видел и пережил, тот уже никогда этого не забудет. Хотя вряд ли сможет объяснить кому-то. Немножко отступая, так сказать, в тему, в качестве вступления такого. Люди часто спорят, там, в чём смысл образования, там, школьного. Хуже образования, лучше образования. И многие думают, что образование, основная его часть, это знания, которые остаются у человека после окончания. Ничего подобного. Тут подход правильный, как завещал маршал Маклюин. The medium is the message. То есть, носитель является основным посланием. И то, что ты описал, то, что я уже знаю и слышал про нацменьшинский вопрос, это и есть одно из главных посланий. Это The medium. То, чему вас там учили внутри этого medium делать, там, стрелять, бегать, строиться. Это всё контент. Он, вообще говоря, большого значения даже не имеет этому всему учиться, там, за, не знаю, за месяц учебки. Я буду перефразировать твои высказывания, потому что тема скользкая, и разные люди на неё могут очень по-разному среагировать. А ты ещё не закалённый боец на форумах. Итак, если я правильно помню вчерашний рассказ. В составе ваших замечательных московских школ, которых приехало несколько штук, общим числом человек 200, да, я так понял? Ну да, даже больше. В этом составе было некое количество неупоминаемых, но вполне конкретных нацменов. Ваш один из главных командующих, там, второй сверху, там, или третий, который над вами был, оказался тоже нацменом из этой же самой национальности. Да. Этот нацмен мгновенно выцепил своих национальностей из вашей толпы и назначил главными над всеми остальными по взводам, там, и так далее. Выцепил он конкретно одного, ему давал задание, а вот конкретно уже замкомандир, там, ну, он давал какие-то привилегии своим. Буквально просто иногда не реагирует, там, на то, что они говорят тоже дофига, а там команда замолчать, около 40 человек. Вот в этом взводу был поставлен командир. И командир лояльно относился к своим. Старший командующий выцепил своего земляка нацмена, фактически установил привилегии для своих. Да, это довольно точно описывает нашу ситуацию. В частности, это выразилось в том, что эти товарищи в количестве, там, сколько их, там, 7-8, да? По итогу получилось около 7. Де-факто контролировали доступ к душу, тому самому, который был ограничен, мало там, и на него мало времени и так далее. Да, по итогу они контролировали всё, всё хоть сколько-нибудь доступное не всем. То есть, например, походы в магазин и вот конкретно... То есть, фактически они стали гейткиперами касаемо всех ограниченных ресурсов. Да. Всё, что недоступно всем или всё, чего не хватает, они как бы стали на вратах. Да, поначалу, когда было ограничение на воду, по-моему, даже с водой. Ну, и вообще везде там в Сирии в любой очереди приоритет отдавался им. Ну, в принципе, их такая общая борзость. Тоже помогает им везде вставать, скажем, в очереди за отлучением еды или там, наоборот, сдачи и остатков. Я так понимаю, что эта борзость, она замешана именно на групповое борзение. То есть, будучи такой человек один, вряд ли бы он мог себе позволить поведение, которое ты сейчас описываешь. Да, есть такое... Дальше, чтобы вопросы снять, давай сразу проясним правильно. Я понял, что как такового физического насилия не было вообще, но, как бы сказать, его такая угроза, прямая или косвенная, всё время висела. Постоянно вообще висела угроза, но так и не дошло. Ну, и косвенно пытались там как-нибудь нагадить. Но именно до прямого физического контакта нет, не дошло. Ну, это всё пять дней, и это всё-таки дети. Ну, типа дети. Как у них дось про бородатых зайцев. Ну, давай попробуем профилософствовать. Это всё-таки важная тема. Вот ты, как бы, это видел лично и, в том числе, сам ощутил. Как впечатление внешнее от этой системы, которую ты наблюдал? Почему, как ты думаешь, твои земляки не способны в такое организоваться? Почему там восемь человек или там семь человек в итоге держат взвод? Ну, как я и сказал в прошлый раз, особенности менталитета, я бы это так назвал. Мне не особо охота там лезть за первой кружкой, лезть в первом душ. Мне это не кажется необходимым. Давай вот тут уточним момент. Например, я понимаю, что лезть за первой кружкой в этом большого смысла нет. Хотя очерёдность в еде, между прочим, в любой животной стае, да, это важнейшая характеристика. Едят в определённой последовательности. Это именно такая животная вещь, рептильная. А вот касаемо души, вопрос более сложный. Если я правильно тебя услышал, за пять дней ты в душе не был ни разу. Да. То есть, фактически, ты просто обошёлся там раковиной и тем, что у тебя был большой запас вещей. К счастью, мы об этом подумали. Да, так получилось. Давай мысленно представим, что эта ситуация продлилась не на пять дней, а, например, на месяц. Ты же вряд ли бы смог, например, месяц, ну, точнее, не так, человек может, конечно, жить и месяц без душа, и даже год, наверное, но это будет уже с последствиями для него. Ну, понятно, да. Что бы было дальше? Вот, допустим, что эти пять дней не окончились, а продлились, скажем, на 30 дней. Ну, я бы сказал, я бы стал ходить по ночам. Да, это сложно, да, это сбивает ещё больше с ритма и начинаешь не высыпаться, но оно того стоит. А ты оценил, какой вот ты сказал про разницу менталитетов? Но менталитет всё-таки есть, ну, ты врождённая часть, да, есть часть приобретённая. Понимаешь, какой важный урок товарищ командир, который штатный сотрудник дал всем своим землякам? Что он мгновенно взял и выделил своих товарищей, причём он об этом прямым текстом сказал, да, то есть он не стесняется это говорить совершенно. Да. Вот он, мой товарищ, я его ставлю, он на 2 минута 7 будет старшим пастырем. Какой месседж должны из этого? Не то, что должны, а точно усвоили, даже если сформулировать не могут, но люди-то все увезли с собой, все 200 ваших человек по всем школам развезли. Что они должны были понять про структуру нацменов, про структуру свою, точнее, про её отсутствие? Ну, вообще, на сам этот вопрос я, конечно, затрудняюсь ответить, потому что в разных взводах ситуация была абсолютно разная. Например, там у нас в одном из взводов вообще командир сам рядовой ничего не решал, и там быстро сформировалась структура не из нацменов. Там группка людей, которая тоже всем начала управлять. Ну, они там полукровки, нет никакого выраженного, просто они собрались вместе, как друзья какие-то, и стали тоже борзеть, то есть те же самые все признаки, но, по сути, например, командир у них ничего не решал. Правильно, такая структура называется землячество. Ты когда говорил слово «гедовщина», это не совсем то, точнее говоря, совсем не то, хотя, конечно, они где-то там пересекаются, это землячество. А когда есть родственные связи, то это уже кумовство. Ну, то есть, хочется сказать, не 200 человек это увидели, не 200 человек поняли, не 200 человек развезли. Например, вот на нашем этаже было два взвода, соответственно, в общем-то, картину поняли два, в других этажах было другое. Вообще, больше восприятие, так сказать, армии делилось не на взводы, а на этажи, кто где жил. То есть, в общем, ну, действительно разные миры, и всё, в общем, зависело в значительной части от командиров. Вот у нас... Я правильно понимаю, что все, кого ты называешь командирами, это на самом деле солдаты-срочники, рядовые солдаты-срочники. Так, точно. Причём те, которые, в общем-то, недолго успели отслужить. Каждый там своё, несмотря на то, что чувак поставил, фактически двумя взводами управлял под конец. У него там было чуть больше двух месяцев. У кого-то было 5, 6, 7, в общем, просто рядовые срочники. Мысленный эксперимент. Вот там, где ты сказал, взвод неуправляемый там, и там сформировалась своя группа. Если мысленно представить себе, ну, ты сейчас должен на этот вопрос легко ответить. Представим, что в этом взводе есть три надсмена. Как бы выглядела внутренняя структура этого взвода? На мой взгляд, очень просто. Что эти три надсмена присоединились бы к той управляющей группе. Ну или... Ты думаешь, что та группа вообще сформировалась бы тогда? Да. Я думаю. Хотя, на самом деле, не факт. Им как-то повезло. У них не попало бы взвод, по-моему, чуть ли не никого. Там были просто другие национальности. Но именно в более глобальном смысле другие национальности. Там китаец был у них. Скорее нет. На самом деле, я думаю, что на самом деле, всё-таки эти три надсмена наверняка бы тоже взяли. Всё в свои руки. Ну, скорее всего, опыт подсказывает, что они бы стали центром кристаллизации. То есть, от них образовалась бы иерархия остальная. Там, например, дальше ниже них были бы полукровки. А уже в конце, так сказать, все остальные. Вы. Вася и Петя. Над причинами подумай на досуге. Потому что причина этого выходит за пределы этого ролика далеко. Константин Анатольевич, он считает, что это главное, что, так сказать, украла советская власть у русских людей. Это вот именно это. Что, в принципе, если это не забивать ногами, а сейчас это именно забивается ногами, то это, естественно, есть. И оно просто само вырастет. И просто его не забивать. Оно отсутствует только потому, что оно забито. Вполне направленными действиями. Ладно, давай, раз уж мы коснулись косвенно, значит, получается, ты без душа выжил благодаря тому, что у тебя был хороший запас нижнего белья и прочей одежды. В целом, как мы продумали твою одежду? Всего хватало? По температурному режиму всего было достаточно? Да, в общем-то, всего хватало. Не знаю, что там еще можно конкретно выделить. В принципе, вся одежда, что я взял, пригодилась так или иначе. Ну, я не успел все футболки расходовать, но оно и лучше. Просто запас был. Ну, основная часть, это был все-таки форменный костюм, который мы взяли, да, полевая форма, которая называлась еще там летный костюм, который не такой уж такой-то по виду не очень-то летный. Но, в общем, оказался практичная вещь достаточно, да? Крайне просто универсальная. И у нас там температура все-таки за 5 дней скакала. Особенно заметно было, например, когда таким поздним днем заходили в клуб, там, для просмотра какого-нибудь ролика, фильма, видео, мультика. Рекламного ролика «Танка Армата». Ну, там, кстати, разное было очень. Один раз вообще там мультика из тёпочки насмотрели. Сколько мы на глаз примерно потратили на одежду для подготовки? Ботинки из декатлона для пеших прогулок, да? Лётный костюм. Что-то мы ещё покупали специально. А, футболки, майки. Взяли две майки. Да, майки. Я ещё взял с собой эти камуфляжные две футболки хэбэшные. Тысяч, так, наверное, на пять или больше. Это только одежда. Ну, в общем, деньги не пропали. Было по делу потрачено. Ты догадался взять с собой арафатку. Она же кифья, которую и Роджер Уотерс тоже очень уважает. Как тебе практическое использование арафатки? Круто. Очень чуть ли не самая полезная была там вещь. Тоже крайне универсальная. И главное, очень спокойно входила в карман на штанах. Действительно, серьёзно ощущается разница по температуре. Ну, я рад, что ты догадался взять. Я рад, что её не заставили снимать. Там могли бы, например, доколебаться до неё и сказать, что ещё нельзя её носить. А вообще, очень практичная вещь. Она массу применений имеет и входит в обмундирование многих стран. Что было с деньгами? Пригодились, не пригодились, в каком количестве? Что там можно было делать на деньги? Можно потратить, но сложно. Конкретно нужно выйти в магазин, который находится в военном городке. Всё-таки за пределами самой части. Выйти туда сложно. Потому что делается с разрешения командира. А командир мало-помалу на разрешение передавал своему замкомандиру. А сам командир выбирал в поход магазин всех своих. Иногда их просто один шёл. А потом ещё я тебе не говорил, но он там. Устроил целый бизнес, перепродавал то, что он купил пакетами. Это очень логично. То есть, человек имеет ограниченный доступ в магазин и имеет способность делать наценку сразу. Буквально за то, что он вышел. Вот тебе урок, как конвертируется ограниченный ресурс в наличность. То есть, например, на деньги можно было купить у него что-то. То есть, он стал таким вашим местным магазином. Да, так по итогу и стало. Один раз наш физрук всё-таки как-то выбил право. И там сходили мы обычные смертные в этот магазин. Банку Тархуна взяли что-то такое. Что можно было спокойно там в той же самой казарме, особо не нарушая правила употреблять. И как магазин? Туго с продуктами, собственно говоря. Магазин маленький. Ещё, ну там просто нет заморозки нормальной. Да, другой ассортимент в магазине. Но ничего нового нет. Там просто он урезанный. Чего-то просто нету. И ещё странно выглядело для меня. Там закрыто тупо всё, что можно было закрыть. Там холодильники на ключах. Всё на ключах. Ну и вообще там немножко такие... Сидят всё-таки женщины, но так строго. Деньги вперёд. Там все дела. Ну и ещё... Не предлагали барбарисок насыпать в подсобки? Почему-то не предлагали. Ну и ещё там, собственно говоря, даже наш командир предупреждал, что это место там. Типа там вообще-то дерут деньги иногда. Они что-то дерут, смысл рэкетирят, что ли, или что? Ну в плане заходишь с деньгами, возвращаешься без... Ну и без товара тоже. Ну то есть ограбление средь бела дня? Практически. В магазине? В военной части? В военной части. Да, в военной части. Ну почти в военной части. Даже не знаю, как говорится. Комментарии только испортят впечатление. Плавно переходя к теме, сложилось впечатление, но и вот что как бы видел, не видел. Потребление алкоголя, наркотиков, курение. В целом я имею в виду. Думаю, не только среди школьников в военной части. Говорю, с алкоголем там как-то дела обстояли хреново. Его и не было, и никто не употреблял, потому что, возможно, его просто достать крайне сложно там было. Кроме этого пива, я как понял, еще по итогу и пиво было далеко не самым лучшим. Так что, да, с алкоголем там как-то не сложилось. Но говорят, что в других частях с этим гораздо лучше. Вот это у нас там типа все более-менее строго. Зато курят абсолютно все. Просто не видел человека, который там не курил. Курят все, и причем постоянно. И вообще сигареты там являются чем-то, чем-то, что в общем каждый хочет. Там каждый просит сигаретку, и каждый готов многое сделать за эту сигаретку. Между прочим, я сюда не могу не вставить, и когда ты отправлялся, я тебе рассказывал про ситуацию, что сигареты очень могут пригодиться некурящему человеку. Сигареты и зажигалка. И я тебе предлагал взять с собой, да и отказался. И в итоге... Ну, не то, чтобы сильно это как-то изменило ситуацию, но повлиять можно было бы в лучшую сторону. То есть, действительно, они бы пригодились. Можно даже, в общем-то, посоветовать. Чуть ли не каждому брать с собой пачку каких-то хороших сигарет и зажигалку. Именно так. И не только пачку. Если подольше, то можно и побольше, чем пачка. Там и штучные сигареты имеют вхождение, а уж пачка это уже серьезно. Да, ты рассказывал про душ, и как-то обошел туалет. Да, туалет это отдельная тема, согласен. Единственная хорошая там часть была, что там было писсуар. Там были писсуары, их было много. Это было приятно. Когда хочется сходить по-мелкому, проблем не было вообще, потому что там этих писсуаров, наверное, в ряд было семь. И, естественно, всегда были свободные. Это даже круто. Это круче, чем у нас в школе. И вообще писсуары хорошая тема, действительно. Да, поддерживаю. У меня ролик про это есть. Но с делами побольше проблемы серьезные. На самом деле, я видел такой аналог. Там общественный туалет был. Там тоже дела свои надо было делать стоя. Все дела. Ну, или там в полуприседе. Только у нас была мега раздолбанная версия даже того не самого лучшего изобретения, на мой вкус. Смыв вообще отдельная тема. Там не всегда получалось. Получалось не в то место. Короче, в туалет именно по-большому люди старались не ходить по большей части. То есть, там появилась даже мини-игра и куча шуток. Кто продержится пять дней и так далее. Там, в общем, вели свой счет. То есть, действительно, старались туда не попадать. То, что ты описываешь, называется, скорее всего, сортир. Туалет типа сортир. Мимо пихт. Другие туалеты существуют? Где-то там хотя бы видел их, ты вам или слышал про них? Или такое везде? Явно, наверное, в части есть где-то нормальный туалет. Это естественно, потому что там есть люди со званием повыше. Но я так ни разу и не был. Но, возможно, в клубе тоже были туалеты. Но я туда ни разу не зашел. Возможно, там было получше. Но их там было один-два. Ну и в клубе вообще проблематично тоже было выйти в туалет. То есть, надо было буквально, роняя кал, бежать к своему командиру, чтобы он тебя отпустил. С твоего рассказа создаётся впечатление, что вы тотально всё время находились под присмотром 24 на 7 и буквально вот в туалет нельзя выйти без разрешения. При этом армию часто рекламируют как место воспитания таких самостоятельных, мужественных людей. Не находишь в этом какого-то противоречия? Абсолютное противоречие и несоответствие. Всё делается ровно наоборот. Ничего без приказа и без инструкции обычно не выполняется. И ни о какой самостоятельности там, в общем-то, речи не идёт. С самостоятельностью обладают люди, которые чем-то заведуют. Всё. Если ты ничего не заведуешь, ты вообще не самостоятельный. У тебя вообще ничего нет, и ты ничего не умеешь. И не имеешь права делать. А есть, так сказать, философские догадки? Вот с какой целью нужно сделать так, чтобы у тебя не было вообще свободного времени в день? Какая в этом сферзадача стоит? Нет, я понимаю, можно сказать, например, там, чтобы вы друг друга не убили. И может быть, это до какой-то степени правда. Но всё-таки, кроме этого, какие-нибудь задачи есть? Честно говорю, сложноватый вопрос. Тем более, я, в общем, недавно закончил всё это. Я понимаю, но именно для новичка взгляд на такие вещи может открывать инсайты. А потом это замажется, сгладится, и впечатление растворится. Может, конечно, какое-то понимание придёт позже, осмысление наступит. Как обстояло дело со связью с домом, с мобильной связью? Как вам диета без интернета? Конкретно у меня проблем вообще не было. Тем более, что я немножко выпросил самостоятельность по этой теме, чтобы не отчитываться и так далее. И не сообщать ничего. Не хватало музыки, но это, опять же, продолжая конкретно про меня, действительно не хватало. И учитывая, что я ещё как-то всё-таки у меня предпочтение на англоязычную музыку. Даже если брать ту же попсу, то я скорее предпочту англоязычную. То вот там всякие эти культурные обогащения песнями на русском, у меня вообще, конкретно меня выбешивали. Ну и вообще, я целый список новых фигней узнал, которые вроде как, оказывается, у нас все слушают, а я их никогда даже мелодию не знал. Радостью, что нацменскую музыку не слушали. В общем-то, слушали. Что-то среднее. Чёрные глаза? Ну, чёрные глаза, Марина. Вообще, 4G там, по-моему, чуть ли не было в казармах. Ну и вообще, проблем как таковой связью технически не было. В принципе, телефоны были запрещены. Ходить с ними было запрещено. Поскольку ходили весь день, то, соответственно, тяжело было ими пользоваться. Но вот, например, вечером в казарме, когда всё-таки было свободное время, можно было делать, собственно говоря, что хочешь. Если у тебя был интернет, то мог спокойно хоть фильм посмотреть. Ну, правда, не успел бы, но начать можно было. Ну, в принципе, как таковое пользование не было запрещено. Хотя нам рассказывали, что хотели, типа, чуть ли не на въезде отобрать все телефоны. Вообще, я несколько был удивлён, что телефоны оставили. По банальной причине, что это же режимное учреждение. Тем более, там, часть непростая. Они могли бы с вас, например, подписку взять, но вам, опять же, вы несовершеннолетние. С вас подписку по закону взять нельзя. Соответственно, единственный способ вас заставить, это надо отобрать аппараты, мобильники и так далее. И то, что у нас в нашем комьюнити, в районском собрании проходило, что якобы телефоны будут собираться и отдаваться вечером только на ограниченный период. То, что я слышал. Ну, было не так. Ладно. Я всё-таки считаю, что, ну, там, ты выторговал своё нежелание ничего сообщать целых пять дней. Мне кажется, всё-таки это было рискованно. Ну, я свою часть выдержал. Тебе, я так понимаю, тоже повезло и не пришлось какую-то экстренную связь искать. Ну, хорошо. Но мне всё-таки кажется, что это было рискованно. Ну, конечно, свой риск был. С другой стороны, честно говоря, когда у тебя там свободное время и час, а ты и грязный, потный, и вообще уставший, то открывать там свою сумку, которая постоянно, вообще-то, должна быть закрыта по правилам. А у меня была одна, и, в общем, особо девать некуда. И постоянно засовывал вглубь, потому что, ну, говорят, что воруют, но на самом деле, как-то уж так получается, что они так об этом говорят, что по итогу воруют среди своих. Ну, в общем, это лишнее время. А это время очень охота просто посидеть на стуле или там такие лечь в кровать. Там вообще со временем свободно было хреново. Между прочим, о рисках тут я от себя должен добавить, что ты, среди прочего, не стал брать с собой крестик нательный. Я, ты знаешь, сложно отношусь, у меня сложные отношения с христианством вообще, с православием в частности. Но я ему отдаю должное уважение и думаю, что понимаю в этом кое-что. Я считаю, что ты ошибку совершил, не взяв вот с собой. Вот тот случай, когда нужно было оказать уважение. По причинам, которые мне сейчас трудно здесь описать, это слишком сложно, и на отдельное потянет монолог. На будущее не делай так лучше. Мне кажется, это не совсем тема для этого видео. Ты знаешь, я думаю, что косвенно тема. Как бы мы с тобой чуть-чуть об этом говорили, вот мое впечатление, да и твое тоже впечатление, я так понимаю, все-таки сложилось, что армия, как структура в целом, она женского пола, как это неудивительно. И когда в ДМБ шутят там, что там, типа, кому-то армия мать, кому-то теща, они все время перебирают женские архетипы. И это кажется удивительным, но если подумать как следует, то вообще-то это неудивительно, что это именно женский архетип. И структура сама по себе, она гипертрофирована мужская, а это автоматически означает женское. И в этом смысле христианство было бы противовесом правильным. Ну, я слишком поверхностно сейчас говорю об этом, это вопрос гораздо более серьезный. Я понимаю, что я тут, у меня предвзятый взгляд на эти вещи, но если взять перечень тоталитарной секты, признаков, их в интернете достаточно много, то армия будет подпадать под большую часть этих признаков. Это действительно похоже, по многим параметрам, похоже на тоталитарную секту. Вопрос, который остается за кадром, а чему, собственно, поклоняются, кто является верховным божеством? Мое личное мнение, что господин Пелевин ужасающе плотно подошел к разгадке этой в своем рассказе, который называется «Тхаги». Я боюсь, что он слишком близко к правде, и поэтому ему просто пришлось облечь это в сатиру и в комедию. Но на самом деле то, о чем там написано, совершенно не комедийная тема. И сам символ армии, собственно, звезда там, его любят говорить, что это Марс. Это не Марс, на мой взгляд. Это самые, что ни на есть, женские символы, как бы только можно себе представить. Люди носят его на лбу, люди носят его на дантянь, на погонах и так далее. То есть, все им обклеено. Примерно так, как православный священник весь обклеен крестами. То есть, это не мелочи, это существенные знаки. Это признаки культа. Просто люди не задумываются культа чего, или культа кого. Но ладно, это слишком. Off topic. Правильно я понимаю, что по вечерам вам показывали рекламные ролики нашей всепобеждающей армии оружия? Ну, я, собственно говоря, могу примерно полностью вспомнить, что там было. Первый день была армата всей разновидности. Во второй день была подлодка, мега современная, крутая. В тот же день с подлодкой еще что-то шло. А, да. Типа, я говорю, в той самолет. Потом приезжал народный артист. Пел всякие свои околопатриотические песни. Хотя нет, в общем, не околопатриотические песни. Ну, так себе песни. Хотя голос, кстати говоря, у него был поставленный и довольно поставленный неплохо. Смущали только слова, как говорится. Потом этот мультик был. Десантник Степочкин. Я его и до этого видел. Неплохой мультик мне понравился. Такая осторожная, но все-таки комедия на тему армии. Хоть такая типа добрая, но все-таки правдоподобно показывает все на самом деле. Что правдоподобнее Степочкин или ДМБ? Ну, там Степочкин, там как бы этот подход, особенно в начале видно, там типа, салага, вот сейчас там продраешь нам пол, а мы нифига не будем делать там около дембеля. Если сравнивать их, то, конечно же, ДМБ. Ну, ДМБ вообще фильм хороший. Да, с ДМБ Степочкин не сравнится. Но ДМБ там бы вряд ли показали. Гимн пели с новыми словами. Но с новыми я имею в виду относительно тех, которые я учил. Ну, я понял просто. А очень косвенно один раз где-то стояли около процесса развода, то есть поднятия флага утром. Один раз там было, и то, в общем, особо не заставляли, просто сказали там, типа, стойте смирно, кто знает, подпевайте. Хорошая поправка. Гимн, кстати, вот идеальная иллюстрация, опять же, что важна не содержание, а структура. Потому что главное, что ты стоишь и поешь. Чего именно ты поешь? Какой нынче гимн в моде, там, какой актуальной версии? Это тридцать пятый вопрос. Завтра власть сменится, и гимн снова поменяют, но люди так же будут стоять и петь его. Может быть, даже под тот же самый мотив. Просто слова переучат. Это, как ты помнишь, в скотном дворе овцы делали? Да, помню, помню. Такой вот парадокс. Можно подумать, что армия подразумевает, что речь пойдет про собак. Ну, в Орвелевском смысле. А на практике там много от овец. Вот такой вот парадокс в стиле Орвелла. Так, что у нас по физнагрузкам было? Помогли забеги по Золотому кольцу? И вообще? Ну, естественно, там вообще физическую форму держать полезно. Для меня особых нагрузок не было, в общем-то. Ну, так, там были эти зачеты разные. Да ничего особенного. Сдал там, все хорошо. Раздражала такая вот пофигистическая тема. Потому что, например, когда мы сдавали тот же противогаз, да и сборка-разборка автоматов, там потренироваться не давали вообще. Давай делай там, посмотрим, как будет. Как пойдет. Через человек 10 придет тот, кто сделает там, на норматив. И вообще, то есть ничего не объясняли. Не было как такового обучения. Была сдача, но не было обучения. Или там РХБЗ, когда надевали. Наш командир вообще, типа, чуть ли не видел его впервые. Ни разу за все свое время там его не надевал. Говорит, там, типа, как это тут вот заклепки? Ладно, короче. Типа, говорит, ну норматив. Ну, валяйте вот так вот. Типа, здесь не закрывайте, здесь не застегивайте. И это нормально там, давайте. Ну, и по итогу получается какая-то фигня, на мой взгляд. Ну, что это такое? Сами костюмы-то, конечно, тоже выглядят, мягко говоря, смешно. Так они списаны, небось, как противогазы. Да, наверняка. Ты уже был опыт, ты собирал-разбирал и с АК-47 и 74, да? А я не знаю, что у нас было в школе. На сборах мы разбирали, собираясь 74-ю версию. Но они одинаково разбираются или по-разному? С того, что я пробовал до этого, одинаково. Может быть, в школе у нас тоже была 74-я версия. Я несколько удивлен, что у вас не было ни одного кросса. Потому что я начитался, и как раз те немногие смертельные случаи, чипы, которые обычно описывают, они как раз, как правило, включали в себя кросс какой-нибудь неуемной дистанции. Не случилось как-то. Там самая большая у нас дистанция была около 2,5 км. И то это там накидка практически в два раза норма дистанции из-за того, что там мы построились последними. Вообще как-то там с бегом было не очень. И в принципе с нагрузками. Но не было ничего серьезного. Буквально недавно читал мнение интересное ЖЖ. Там это так просто. Человек вспоминал и анализировал нагрузки, которые давали в армии. И говорил, что закономерно и неудивительно, что на выходе из армии получаются не Арнольд Шварценеггер и не культуристы. А люди хорошо, если не изувеченные. Просто в силу того, как даются физнагрузки. То есть задача и не ставится так, чтобы на выходе были сильные, здоровые, выносливые люди. Не эта задача стоит. А задача на самом деле, как я понимаю, она опять же родственна тому, зачем люди стоят в трусах в две шеренги и выслушивают новости. Одна и та же задача на самом деле. Просто разная форма ее. Попробую сформулировать. Вот если бы в минимально сжатом объеме высказать, какой самый главный урок ты из всего этого извлек. Что ты привез в качестве экспириенса или понимания. Никогда не ходить в армию. Ну, это вывод. А именно понимание. Про вывод я понимаю, я сам могу объяснить. Я имею в виду, что это такое в целом. Ну, насколько это можно, конечно, ухватить за пять дней. Такой дух. Как оно устроено, как оно работает, для чего оно существует. Что за люди наполняют эту структуру. Общее впечатление. Мы, кстати, не только я пытались сегодня немножко сформулировать на обратной дороге домой. Видишь, какие философы распоясались. Что как-то по итогу это страдание фигней на первом месте. Потому что ничего серьезного за это все время мы так и не сделали. Говорю, исключение постреляли. Во-вторых, на ногах. Потому что все. Весь день проходит на ногах. Ноги болят у всех. На четвертый день еле-еле уже стояли. Потому что там еще не зашли в столовую. Стоим. Везде стоим, либо идем. Стоим, либо идем. Мы лежим и сидим меньше, чем ходим. Причем значительно, наверное, соотношение там два к одному. Ну, это как-то больше тянет на симптом, скажем, да. На смысл. Смысл ускользает. Ну, допустим, так. А смысл-то этого в чем, на твой взгляд? Не знаю. Бесконечный. Например, вот зачем вы на ногах весь день? Чтобы задолбаться. Честно? Ну, опять же, это же вряд ли сама цель задолбаться. Предположим, ладно, что это промежуточная цель задолбаться. Но ты правда думаешь, что конечная цель задолбать? Ну, в общем-то, это в некотором смысле ломание человека. В общем-то, да, его психики. Действительно, армия меняет людей. И из того, что я видел, меняет далеко не в лучшую сторону. Зачем это делается? Без понятия. По итогу, вот, как сам говорил наш командир, что типа в армии там вот таким авторитетом пользуются в основном нацменьшинства. Редко кто из, окей, из государственной образующей нации там хоть что-то делает. Имеется в виду, что они не страдают там, откровенно говоря. Потому что, типа, вот наш командир, по сути, он там ничего не делает. Он там ходит в наряды, но, как он сам, типа, рассказывал, что у него там наряд пойти на какую-то там, в какой-то особняк, а там ловят раков и пиво пьют. Вот его наряды. А кто-то там драет туалеты. И даже, несмотря на то, что он там ходит, ничем не занимается. Страдает фигнёй. Ну, то есть, наряды распределяет тоже нацмен. Да, наряд тоже, в общем, только нацмен. Правда, отсюда же сразу следует, что эта структура замечательно работает только при одном важном условии, что армия никаких боевых действий не ведёт. То есть, как бы, это армия в мирных условиях. Это само собой. Ну, в общем, даже при всём этом, несмотря на то, что он всё решает, у него, в общем-то, лучшее состояние из того, что он мог сделать вообще. Он всё равно хочет домой. У него всё равно так же не хватает денег, простых вещей, типа зубной пасты, одежды. То есть, при всём при этом, даже у него ситуация далеко не лучшая. И он мечтает уехать обратно домой. Честно говоря, да, откуда вот эти люди, которые там постоянно находятся? Вы, ладно, вы приехали с гражданки, привезли с собой там всякие шампуни, пасты и прочее. Как у них там на месте с этим делом? Большой вопрос. Даже в такой идеальной части. Может оказаться, что там мыло выдают так же, как вам душу давали примерно. Это тоже не исключено. Или, например, там одежда. Новизна. Подходит ли она по размеру, состояние, обувь особенно? Большой вопрос. И даже когда у тебя есть деньги, например, да, ты там не можешь просто выйти и купить. Или, например, вышел, а там просто нет того, что тебе нужно купить. То есть, человек живёт в середине цивилизации, в самой её, в хай-тек области. И при этом озабочен вот буквально нижним уровнем пирамиды масла. Кстати, можно ещё вставить немножко про еду. Я всё-таки не договорил по поводу столовой. Просто дело в том, что вся эта приемлемая еда, она была на первый взгляд. Но уже на четвёртый день разнообразие кончилось. Начинаешь понимать, насколько же сложно им всё это есть. Потому что вкус крайне средний. Уже на пятый день елась с трудом. Конечно же, я всё употребил. Уже это давалось с трудом. Если ротация раз в неделю, это вообще-то разнообразнее. Ну, я говорю, ну сколько там? Ну да, за четыре дня пошло заново. Понятно. Ну, в общем, осмысление, я думаю, ещё наступит, видимо, через некоторое время. Если вообще наступит, если ещё мысли будут посвящать про это дело. Хочешь, поделюсь тем, что я для себя усвоил. Потому что я считаю, что больше половины этого урока, который всё это представляет собой, он на самом деле предназначен родителям, а не детям. Или примерно пополам. И я хорошо понял, в чём этот урок состоит. Опять же, анализировать надо не контент, а структуру. The medium, the message. И месседж был в чём? Что да, это ваши дети. Они типа ваши. Они несовершеннолетние. Они там под особой защитой и так далее. Но! В общем, когда суперструктуре это нужно, она приходит к тебе домой, берёт твоего ребёнка и делает с ним то, что считает нужным делать. Ну, твоё мнение никому не интересно, оно совещательное. Все эти школьные структуры и так далее, на самом деле, они вот не зря этот приказ, на который там все ссылаются, он совместный между Минобороны и школой. Я, честно говоря, принципиальной разницы между их функционерами не вижу. То есть, разница количественная, но некачественная. Они только выглядят контрастно. На самом деле, структура у них одинаково устроена совершенно. Тебе этот директор школы вроде бы женщины, вроде бы улыбается и так далее. Но, по сути, она просто выполняет свою часть. Она собрала, она всё обеспечила, она вас доставила в нужную точку. Точка передачи сервиса. Дальше этим занимается армейская структура. Но функцию они выполняют одну. И для меня, как для родителя, это мне прямым текстом показывает, что я раб. Потому что забрать ребёнка можно только у кого. Это явный признак абсолютно. Я только так это могу прочитать. Больше никак. То есть, тебе чётко показывают. Вы рабы. Родителям показали, что родители рабы, потому что у вас можно детей забрать. Детям показали, что дети рабы. Потому что это подневольные существа, которых можно выдернуть из дома и заставить делать то, что мы считаем нужным им делать. Всё. Это мета-сообщение, на мой взгляд. И это главное, ради чего вся эта структура вот эта вот с этими пятидневными сборами задействована, моё мнение. Это самое главное. Это некая такая прививка. Первый раз тебе это даёт на пять дней. Типа, чтобы потом тебя это не удивляло, когда это будет там на 30-40, там на год. Не знаю, там что там завтра будет по реформам. Чтобы ты даже не подумал, что там ребёнок это твоя собственность. Чтобы ребёнок не подумал, что его жизнь это его собственный выбор. Нет. У тебя есть вот загон некий, ты в рамках этого загона совершенно свободен. Как только тебя нужно остыть, тебя как бараны из этого загона достают и машинкой стригут. Можно в переносном смысле, можно буквально. И там хочешь на мясо, хочешь на молоко, неважно куда, хочешь обратно, шерсть, чтобы снова отрастало. Вот мета-сообщение, на мой взгляд. То есть, это вот сплошная Оруэл-щина. Между прочим, вот эта путаница между собаками и овцами здесь очень большая. Даже те, кто читал Оруэл, я думаю, могут заблуждаться по этому поводу. Я выступаю в роли этого ослика, который вот в конце бежит. Помнишь эпизод, да? Ты читал? Читал. Когда ослик бежит за машиной, про которую сказали, что это машина лекаря, коня везут. Он типа к лекарю поехал. А ослик орёт примерно, типа, что вы что, не видите, что на машине написано, что это типа какой-то там завод на производство клея или фабрика клея. Никто читать не умеет. Он единственный, кто читать умеет. И он только... Но он ничего сделать не может. Он может только прочитать и понять, что это всё означает. Вот у меня такое ощущение. Какое-то ослика. Я могу прочитать, но я не знаю, что с этим делать. Так что ограничиваемся тем, что выложим этот ролик. Может кто-нибудь увидит, что-то подумает своё. Всё-таки армия это мир. И мир, пусть количественно, а не качественно, но отличается от той же школы. И вообще пересказать его крайне сложно. Действительно не побывав там. Поэтому много моментов впущено. Сколько бы не говорить на эту тему. Ну да, в общем, там витает своя атмосфера. Которую передать невозможно. Описывая всё по частям. И в этой атмосфере оказаться не хочется обычному человеку. Давай так спрошу. Как у тебя внутренние ощущения, что у вас там мальчик согнали в эту сферу, а девочек нет? Есть мысли по этому поводу? Ощущения, эмоции? Ну, хочется, конечно, грубо вырезаться по этому поводу. Ну, а вообще, ну вот, как ты и говорил, примерно согнали стадо баранов, которых можно загнать на мясо. Я не знаю. По какому-то приказу нас взяли, собрали, поселили по автобусам и поехали. И страдали какой-то фигнёй. Давай переформулируем вопрос. Вот вас как бы взяли и увезли, никого не спрашивая, без выбора. Нелогично было бы подумать, что это, наверное, как-то чем-то должно бы компенсироваться, скажем. То есть, это некая дополнительная обязанность, которая легла на вас. Причём, то есть, вас отфильтровали по полу, во-первых, а во-вторых, по здоровью. Нет, нелогично было бы из этого предположить, что за это должны какие-то льготы полагаться. То есть, ты что-то сделал такое, что не все обязаны делать, скажем так. Это крайне логично, но только никаких льгот я не вижу. Нет, то, что не видишь, это понятно. Помечтать, допустим, вот эти пять дней. Что было бы такое, какое-то преимущество, какая-то привилегия, которая бы сделала это, ну, как минимум, не обидным, да, сам факт, что это состоялось. А желательно ещё такое, чтобы ты захотел туда поехать. И ты захотел потратить эти пять дней, чтобы заработать эту вещь. Что это могло бы быть? Ну, так, только, ну, реалистично, да, там. Полная эмансипация. Уже. А что бы тебе это дало, собственно? Предположим, у тебя завтра будет полная эмансипация. Что тебе это даст в практическом смысле? Ну, возможности, а конкретно, как ими распоряжаться, ну, скажем, если это был бы общеизвестный факт, что когда ты туда съездишь, у тебя появляется полная эмансипация, то... Повыстрее, возможно, делиться, во-первых, от родителей, естественно. Нет, ну... Мы, в принципе, вхождение. Нет, ну как, на практике, то есть, что ты ожидаешь за пять дней, например, нахождение в военной части, тебе дадут, не знаю, там, съёмную квартиру от государства, что ли? Нет, нет, съёмная квартира от государства, а полная эмансипация, нужны лишь права. Ну, окей, а какие права-то, то есть, что, грубо говоря, права, эмансипация, она и так наступает, 18 лет у всех. Да, но он и наступает раньше, если ты туда пошёл. Ну, окей, а что конкретно, то есть, что бы ты получил? Не, а что, ну что, всё, что, ты хочешь голосовать, ты хочешь что делать? Заключать контракт, то у тебя есть, типа, тебе нужно срочно контракт заключить какой-нибудь пригостоящем. Ну, у тебя реально такая необходимость есть, потребность? Ну, она могла бы появиться, если бы я рассчитывал, что я получу эти права к такому возрасту. Просто начать раньше делать то, что делают, собственно говоря. Не знаю, эмансипация для меня звучит странно, потому что ни во что практическое конкретное её нельзя конвертировать. Её нельзя там продать, и она не даёт тебе никакой льготы. Ну, это так, навскидку то, что мне видится. Вот, например, скажем, человек, который прошёл военную службу, например, мог бы получить право ношения короткоствольного оружия. И то, естественно, это бы заинтересовало не всех, куча людей сказали бы, нафиг мне это надо вообще, зачем мне это нужно, мне это не нужно, более того, я вообще этого не хочу, или вообще меня оскорбляет оружие, такие люди тоже есть. Но кто-то бы сказал, да, это такая вещь, я хочу, я готов потратить год своей жизни, чтобы иметь пожизненное право носить оружие при себе. Типа это как часть, которую человек заработал, то он стал военным, он пристегнул, да, вот он имеет право на оружие. Кого-то это могло бы привлечь. За пять дней военной части, ну что это может быть? Она у вас официально идёт как программа школы, вообще-то. Ну, окей. Поэтому, что бы это могло быть реалистично? Ну, например... Самый простой вариант, который я тебе сказал первым, это было, например, просто повышение оценок. Скажем, например, по тому же ОБЖ, что бы ты ни делал, у тебя было пять. По конкретному предмету выбрать прибавку, постоянную, до конца учебного, ну, до конца учебы в школе. Прибавить бал к выбранному предмету, это прикольно было бы, да, это, конечно, как бы портит общую оценку по знаниям. Получается, нельзя сказать, кто здесь знает лучше, кто хуже, потому что у кого-то на бал выше, у кого-то нет. Хотя в западных университетах, там, где начисляют именно баллы условные, попугай при поступлении, там есть попугаи, которые начисляются за спортивные успехи, но просто там они, как бы, в отдельной куче идут, да, то есть там у тебя общая сумма, там, такая, из них часть попугаев это за твою успеваемость, часть попугаев за спортивные достижения. Есть ещё, там, за общественную деятельность, там, за благотворительность, за волонтёрство. Ну, я говорю, тоже большая тема, можно пофантазировать. И я особо этого не делал, потому что меня это не коснётся никак. Я почему я про это спрашиваю? Потому что, ну, в логике, если рассуждать как свободные люди, да, которые делают собственный, свободный выбор, значит, тебе должно быть чем-то равновешено. Ты действительно был свободен выбирать, и ты мог для себя принять решение, что я хочу именно вот этого. То есть, например, у тебя есть вариант поехать на эти пять дней, есть вариант не поехать на пять дней. И из них, из каждого, следуют свои плюсы и минусы, которые ты волен принять или не принять. И если бы это достаточно хорошо было поставлено, то ещё был бы конкурс для желающих. Они могли бы сказать, вы знаете, у нас ограничено число мест. В этих казармах, там, не знаю, 100 мест, а желающих, например, у вас там, 250. Так что сейчас будет какой-то отбор, там уж, не знаю, по нормам ГТО, там, не знаю, там, по оценкам, ещё почему-то. И мы не всех возьмём, а только best of the best. Это так было бы среди свободных людей. Ну, тут можно просто взять, в пример, армии, где, собственно говоря, куда идёт конкурс. Да знаешь, даже банально, скажем, если бы там была, если бы там были нормальные условия жизни, и, скажем, к этому бонусам ты научился, там, обращаться с оружием, узнал что-то новое. Возможно, параллельно ещё в идеале, там, по твоей специальности у тебя были какие-то, там, лекции, уроки. То это было бы неплохо. А, говорю, по факту, ты начинаешь жить сильно хуже по общему уровню. Чему-то ты всё-таки научишься, придётся. Но ничего особенного нового не будет. Ты будешь страдать фигнёй всё это время. Ну и да, возможно, ты научишься лучше страдать фигнёй. Ну ладно, это, так сказать, повод для фантазии. Всё равно уже по факту всё состоялось. Было оно так, как было. В общем, могло быть и хуже, могло быть и лучше. Но в целом, я как человек, который, в общем, старается за деревьями видеть лес, конечно, вижу неприятные вещи в этом во всём. Но и к неприятным вещам приходится адаптироваться. Это часть жизни нашей, к сожалению. Deal with it. Поздравляю, что сделал, добился так, как добился. Сделал так, как сделал. Думаю, что это достижение. Может быть, там, не какое-то глобальное большое. Но это не то же самое, что неделю проходить в школу. Всем спасибо за внимание. Пока. Удачи. У кого был похожий там или наоборот контрастный опыт, делитесь в комментариях. Может быть, пообсуждаем. Удачи. Да, мал. Как на тропу войны, так не мал. А как на фильму. А как на фильму.